здраво будьте люди добрые сегодня продолжаю я кон баюн беседы о традиции и воспитания мы с вами затеяли великое большое дело это я вижу по отзывам которые приходят к нам в студию и по вашим письмам и по нашему общению вы обучаетесь а вместе с вами обучаюсь и я и большой помощью в нашем общем деле воспитание созидателей творцов мечтателей наших детей которые конечно же явит лучшее будущее нашей великой родины является книга галина борисовна романовой бабушкина школа как видите она еще не издана поэтому вы будете первыми слушателями этой замечательной книги читать будем буквально по слогам разбирая каждый абзац потому что здесь квинтэссенция ее жизненного опыта и называется она что посеешь то и пожнешь или чему и как обучать ребенка именно эта тема будет занимать целый ряд наших передач я даже не знаю сколько они будут идти наверно они будут идти долго они будут идти размеренно и мы будем перемежать чтение этой книги также рассказами о традиции и воспитания с традиции будут вот у нас сплетаться в единое целое и так что посеешь то и пожнешь или чему и как обучать ребенка глава 1 давайте порассуждаем если общество все свои усилия направляет на рост материального благополучия строя якобы базу для будущих поколений но не уделяет должного внимания обучению и воспитанию то поднявшись эти поколения разрушат эту базу это уж правда правдивая как известно если легко достаются деньги если легко дает достается наследство то наследники мы знаем это из литературы и из истории быстро прорабатывают все богатство которые накопили их отцы и деды которые накопили многие поколения действительно ребенок должен видеть как тяжело все дается в этой жизни ранние заработки которые сейчас свойственны молодежи которые внушаются в нашем обществе потребления это большая опасность и с измельства нужно приучать детей к труду как это делал макаренко труд доверие любовь это три составляющих его системы которые воспитали прекрасное поколение созидателей а как известно макаренко брал просто беспризорных и сегодня вот мне хотелось бы отметить что что есть материальное благополучие ведь на самом деле вспомним слова сократа когда придя на рынок он сказал боже сколько много вещей которые мне не нужны сейчас когда мы заходим в эти огромные огромные уже гипермаркет они магазина то мы понимаем что нас так сказать затаскивают затаскивают в эту воронку продаж того чего по сути дела нам и не надо человеку нужно только необходимое и вот мера в жизни нашей именно вот эта мера должна быть основой и когда ребенок будет видеть не то что находится очень много лишних игрушек у него а именно все что у него находится необходимо и связано с трудом это конечно же будет воспитывать его именно в состоянии понимания того огромного труда который затратил его родители только при должной нравственности и знаниях дети наши будут состоянии сберечь и приумножить добытые трудами отцов и достойно проявить свое творчество даже животное все свои усилия отдают детям это закон жизни и пренебрегающие этим законом теряют поколение за поколением падая в бездну деградация вы знаете когда писалась эта книга скорость деградации не было такой которой она является сегодня вы знаете буквально вчера я проходил по одному из московских переулков и там пела девушка я честно говоря думал что это поется английская песня американская вернее даже песня и слышал что эти слова все английские каково же мое было удивление когда прислушавшись в куплете вернее в припеве я понял что эта песня на русском языке дело в том что сейчас средства массовой информации именно дает артикуляция которая далеко отходит от настоящей живой русской речи она ориентирована именно на английское такое вот звукоизвлечение и поэтому вот такая постепенная перевод вот такая ломка языка а у нас уже 30 лет прекратились процессы словообразования это конечно же тоже часть деградации в которую попадают наши дети наши подростки мы должны сохранять основы нравственности основа культуры ведь каждый из нас хотел бы видеть мир свободным от захвата хотел бы жить в окружении доброжелательных людей которым можно было бы доверять но к сожалению мир наш другой корыстный и лживый безразличный к нужным большинства причина этого кроется в глубине веков и пока мы касаться их не станем но мириться со все ускоряющейся деградации человеческих взаимоотношений тоже нельзя корысть ребят связи сердечных взаимоотношений а разрыв сердечных связей открывает путь корысти вы знаете я сейчас произношу слова корысть и понимаю насколько я иду в разрез с обществом потребления потому что тот кто раньше назывался рвачом сейчас называется бизнесменом тот кто раньше назывался спекулянтом сейчас называется деловым человеком то есть мир перевернули и нам необходимо с вами сохранять равновесие и понимать все таки где есть верх где есть низ где есть небо где есть земля и находиться в этом великом равновесии я хочу сказать что корысть это страшная зараза собственно говоря именно корысть она отличается от понимания скажем бережливости достатка это разные совершенно понятия и корысть она если посмотреть ее в развитии то корыстный человек берет 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 себе как вот сказал один наш знакомый писатель олигарх ну я не хочу говорить просто о всех вот так вот огульно но я его цитирую это больной человек криптомания он привык воровать мы должны с вами понимать что идем не путем осуждения мы сейчас не говорим у кого какое состояние мы говорим о нашем понимании достатка о нашем понимании внутреннего равновесия и об опасности корысти все-таки мы должны учить добру мы должны учить наших детей бескорыстию и в этом мы можем взять пример только у природы вот как цветы они дарят бескорыстно нам свой аромат как растение дарит нам свою красоту как солнце дарит нам свой свет свои лучи и поэтому мы живем в мире бескорыстия и корысть она просто превращает нас может превратить нас в страшных упырей которые будут все захватывать захватывать и в этом постоянном захвате они просто могут какой-то момент лопнуть поэтому конечно же сердечность это вот опять-таки то чему нельзя научить не на семинарах не на занятиях занятия это как раз то что наше занятие говорит о том что мы должны уметь быть нестяжательными то есть мы должны только стараться идти в служение ведь по сути дела воспитание детей это служение мы служим нашим детям также как то потом дети будут служить нам своему отечеству и все происходит в этой постоянной службы сердце служит нашим организме солнце служит нашей системе ядро галактики служит нашей галактике все чему-то служит общему и вот это общее состояние я обязательно вам прочитаю как-нибудь сказку про клетку и вот это общее состояние бескорыстия это то что держит мир а держит его сердечные взаимосвязи которые нельзя просчитать которые нельзя определить какими-то рациональными формулами которые либо есть либо нет вот оно такое такое наше добро поэтому подходя сегодняшней беседе завершение я хочу процитировать корысть рвет связи сердечных взаимоотношений а разрыв сердечных связей открывает путь корысти круг замкнулся и разорвать этот порочный круг можно только через воспитание нового поколения на принципах здоровой морали вы знаете как здорово что галина борисовна вот оставила нам нам такое богатое наследие я весьма рекомендую пересмотреть на нашем канале фильм о галина борисовне наша студия наша редакция нашего канала подготовила этот фильм он долго готовился он вынашивался и вы знаете мы получили огромную радость когда он вышел буквально это была радость конечно же со слезами на глазах но так здорово что продолжается наше великое дело и в этом плане мы с вами вот обогащаем друг друга вот я хочу завершить сегодняшнее наше чтение сегодняшнюю нашу беседу вот этим яблоком яблоко молодильное яблоко волшебное дело в том что мы обсуждали игры для полутора годовалых детей и ну в конкретной ситуации ребенок все тащит в рот и вот нам пришла такая замечательная идея что у нас могут быть вкусные игрушки как мы с вами уже поняли замечательно разрабатывают наш мозг а тем более выстраивают правильные нейронные взаимосвязи сознание нашего подрастающего поколения тактильные так называемое ощущение то есть ощущение руками поэтому вот яблоко с ним можно проводить много много игр и кстати говоря они не опасны если ваш ребенок захочет попробовать это яблоко это вполне вкусный и замечательный полезный продукт который нам подарила природа и яблоня она такой же имеет значение как и родник живой воды а еще яблоко у нас по блюдечку вот так вот катается и нам весь мир открывается и смотрим и вот я вот смотрю сейчас в эту тарелочку всех вас вижу вот улыбайтесь сидите а вот вижу из каких мест далеких стран вот камчатка показалось вот красноярский край вот сибирь а вот и показался урал великий очень полезно дело в том что во первых вот это катание уже полезная идет гимнастика и вот можно фантазировать потому что все что нужно ребенку это фантазия и с этим яблоком вот мы можем поиграться мы потом можем его поперекладывать очень много игр мы можем придумать с вами с яблоком а потом вкусно вкусно завершить эту игру яблочным пиром причем можно делать эти вкусные игры не только с яблоками а можно с тестом лепить колобков как раз у нас коляда скоро так что вы подумайте и напишите какие у вас получились вкусные игры но вот это яблочко на тарелочке это знаете вот когда если вдруг произойдет такой светлый день когда рухнет весь интернет и мы с вами будем общаться только на сердечном уровне вот как раз вот вот это как раз есть очень древний способ видения всего в этом мире на этом я от бою завершаю сегодняшнюю беседу о воспитании традиции напоминаю что мы начинали с вами изучать книгу галина борисовна что посеешь что и пожнешь или чему и как обучать ребенка я приглашаю вас на следующие передачи и приглашаю вас задавать вопросы писать нам в редакцию у нас есть группа как вы знаете в эту группу нужно активизировать потому что чем будет нас больше тем мир будет лучше мира гармония любви благодарю